Это видео в соцсетях по количеству просмотров бьет рекорды. На кадрах сдача единого государственного экзамена по химии в Мордовии. Случай, как отмечают на семинаре, из ряда вон выходящий. По команде учителя все школьники достали запрещенные гаджеты и начинают выполнять задания. Этот факт зафиксирован благодаря онлайн-трансляции. У 11 выпускников из Мордовии результаты по химии аннулированная пересдача только в следующем году. Общественные наблюдатели считают, что это сговор группы лиц вплоть до руководителей Министерства образования региона. По данному факту сейчас идет прокурорская проверка. Виновным грозит уголовная ответственность. В этом году такой случай единичный, но уголовных и административных дел заведено немало. К примеру, за разные нарушения с экзаменов удалили почти 1400 выпускников. Более 800 школьников пронесли в помещение для сдачи ЕГЭ мобильные телефоны. Все факты нарушений фиксировали наблюдатели, видеокамеры, эксперты. Это, скажем так, внешний контроль за ходом проведения государственной итоговой аттестации. В этом году в проект включились и уполномоченные по правам ребенка. Это позволило нам снять ненужное обвинение в том, что ЕГЭ для участников проходит в жестком, иногда в жестоком режиме. Кто из регионов лидер, а кто аутсайдер по качеству проведения ЕГЭ, озвучивать на семинаре не стали. В оборнадзоре, говорят, картина пока не полная. Информацию предоставили не все субъекты федерации. Но среди регионов, где итоговую аттестацию проводят качественно, отмечают Краснодарский край. Краснодарский край все-таки у нас регион такой крепкий, скажем, в образовании. Здесь высокая всегда организация самой процедуры проведения экзамена. Практически каждый год, кроме наших методических рекомендаций, мы всегда видим какие-то новые решения. Всегда регион участвует во всех апробациях, во всех нововведениях, которые мы предлагаем. Один из первых. Поэтому мы спокойны всегда за Краснодарский край. На семинаре анонсировали и нововведения начнутся они уже в сентябре. В каждой школе, в каждом регионе Рособорнадзор будет проводить промежуточные аттестации в течение всего года. Таким образом, федеральные чиновники хотят выявить слабые звенья в системе образования субъектов и попробовать изменить ситуацию. Мы заинтересованы в том, чтобы ЕГЭ проводился максимально честно и результаты наши не падали. И у нас не падают результаты и в сравнении с собой у нас аккуратно средний балл растет. К сожалению, по математике, по сравнению с Россией, мы не дотягиваем еще до среднероссийского уровня. Но есть программа, которая реализуется и тем не менее по математике наш результат также ежегодно растет. Уже известно, что в проведении итоговой аттестации 2016 года особых нововведений не ожидается. Только география, информатика, история, общество знаний будут теперь сдавать без тестовой части. Обсуждать итоги ЕГЭ и делиться мнениями участники семинара будут до 4 сентября.